Антон, я знаю, ты очень серьезно и давно занимаешься, как-то сказать, не числоведением, а лидической нумерологией, да? Лидическое числоведение. Да, лидическое числоведение, я запомню. И есть некая мистика в числе 22 июня 1941 года. Причем, с одной стороны, если рассматривать, вот как ты мне говорил, у Гитлера вроде все хорошо, но если смотреть с другой стороны, для него вот именно эта дата фактически была началом фиаско. Немножко об этом расскажи, пожалуйста. Но, на мой взгляд, тут уже никакой мистики нет. Когда, естественно, начинаешь понимать числа, то мистика вся уходит. Но, тем не менее, да. То есть, если взять и просто посчитать дату 22 июня 1941 года, то вроде бы все складывается нормально. То есть, у меня, к сожалению, сейчас нет этих всех расчетов, но можно будет потом отдельно их всех привести. Но дело в том, что вроде бы как по числам должен быть некий успех. То есть, вся организация должна закончиться неким успехом. Но если копнуть чуть-чуть глубже и посчитать, например, Гитлера на 1941 год, а все-таки он был лицом, которое непосредственно влияло на весь ход вот этих исторических событий, потому что он был инициатором всех этих исторических событий, то там получается, что у него вот этот год, этот год иллюзий. То есть, если сложить просто вот две вот эти величины, то, что у него персональный год – это год иллюзий, и успех всего мероприятия, начатого 22 июня 1941 года, то получается, что этот успех он иллюзорен. То есть, это такое вот, как бы, зазеркалье. То есть, кажется одно, а на самом деле другое. Я понимаю, то есть, конечно, если бы была изменена дата, то, наверное, было бы по-другому и развивались бы события. Но дело в том, что если мы говорим о ретроспективной нумерологии, но я буду пользоваться этим термином, потому что числовидение никто не понимает, а ретроспективной нумерологии, то мы-то уже говорим о свершившихся событиях. И есть некий тайм-код, прописанный в дате события, который при расшифровке дает вот некие причинно-следственные связи и некую справочную информацию о том, что это за событие вообще, какие там были перспективы и так далее и тому подобное. Но вопрос в том, что мы говорим о уже свершившемся факте. И нельзя говорить, что если бы они изменили дату, они не могли изменить дату, потому что сначала все события происходят в тонком мире. И потом, когда накапливается достаточно критическая масса в тонком мире энергии, она преодолевает барьер между мирами и здесь реализуется в виде какого-либо события, то как раз дата, она фиксирует и причины-следственные связи, и некое описание, расшифровку, что же это было за событие на самом деле. И в этой связи, конечно, персоны, которые оказывают влияние на то или иное событие, их индивидуальные тайм-коды, их тоже надо учитывать. Поэтому здесь просто вот такая классическая обманка. Потому что я знаю людей, которые занимаются той же нумерологией, они считают дату 22 июня 41-го года, у них получается информация одна. Мы же из истории знаем, что все-таки мы победили гитлеровскую Германию. И дальше там тогда начинаются просчеты, что дальше были какие-то события, которые повернули ход в другую сторону. Но на самом деле нужно просто более объемно подходить к этому вопросу и считать еще людей, которые оказывали влияние. Антон, а вообще мы можем говорить о том, что Гитлер учитывал некое мистическое влияние дат на события? Да, конечно. Вообще принято несколько переоценивать мистицизм Гитлера, потому что большим мистиком все-таки был Гиммлер. А Гитлер в этом отношении уровень мистицизма был поменьше. Но, опять же, если мы вернемся к 22 июня, то вполне понятно, каким образом, либо он сам принимал решение, либо ему кто-то подсказал ход этого решения. Есть такие подозрения, что ему подсказывали. И подсказывали, на самом деле, люди, у них были другие интересы, связанные с вообще и ходом Второй мировой войны. И ее результат, в общем-то, их не особо интересовал. Это, кстати, опять отголоски все-таки Анненербе. Но это тема отдельного разговора. Так вот, почему 22 июня? Почему, вероятно, была некая наводка именно на 22 июня? Потому что 22 июня 1940 года сдалась Франция. Ну и справедливо, либо Гитлер сам посчитал, либо ему подсказали, что 22 июня 1940 года Франция сдалась. А это же было крупнейшее, в общем, в Европе крупнейшее государство. И достаточно мощное в военном плане. Ну, значит, если 22 июня напасть на СССР, огромная страна, то, значит, будет способствовать это успеху. А на самом деле не так. Потому что, опять же, если посчитать Гитлера на 1940 год, то у него 1940 год, это был звездный год. Все, что он делал, все было обречено на успех. И, по сути, если посмотреть, я вот материалы готовлю для книги, как раз там я подробно все это анализирую. Все его и нападения на различные страны в 1940 году, которые очень быстро и легко проходили и реализовывались. Да, собственно говоря, даже и не только 1940, и 1939 год. Вторая мировая война началась с нападения на Польшу в 1939 году, 1 сентября. И даже там, вот если посчитать, то там все-таки ему способствовал успех. 1941 год был не его в этом отношении. И, естественно, вот эта активность, то есть нападение, начало агрессии 22 июня, они обусловили как раз то, что успех – это иллюзия. Ну и дальше там, допустим, если анализировать даты наступления на Москву, то, а там уже четко анализ дает, что путь успеха подошел к концу. То есть перспектив у немцев не было. А когда наше контрнаступление под Москвой начинается, то наоборот. То есть там путь цели выживания. То есть тут, ну здесь вот я еще раз говорю, что тут для меня уже никакого мистицизма нет, потому что все это вот читается просто как вот открытая книга и становится, в общем-то, ну, достаточно понятно, что и как происходило. Ну да, ну вот наши зрители, естественно, их будет очень много, они наверняка возлеют, ну подумаешь, какие-то цифры, все это ерунда, и астрология – это тоже полный бред. А вот чтобы ты ответил этим людям, как все-таки числа, цифры, события и ментал влияют на историю? То есть есть ли фатум, который можно посчитать? Ну вообще людям, которые считают, что все это ерунда, я ничего никак не хочу ответить, потому что это их личное мнение. Пожалуйста, и здесь не может быть позиции, что ребята, вот все к нам, да, вот у нас тут правда, а везде тут неправда. Ради бога, если считают, пускай считают. Но если мы говорим о событийной нумерологии, событийное числовидение, вот есть два уровня, ретроспективный и перспективный. Ретроспективный – это вскрытие тех событий, их подноготные, там, как угодно можно назвать, которые уже произошли. То есть это свершившийся факт, о котором мы через вот эти вот технологии можем узнать просто более подробно. И, по сути, подтвердить, либо опровергнуть, потому что, ну, сейчас, наверное, нет смысла там подробно говорить, но у меня встречались некие исторические события, которые вот начинаешь считать, ну, просто ничего никак не сходится вообще, концы с концами. А потом через какое-то время выясняется, что, оказывается, событие-то было совсем не то, о котором нам говорили, да вообще-то и не совсем тогда. Но есть вот официальная версия, что вот такое-то событие произошло вот такого-то числа, а начинаешь считать и выясняется, что это фейк, как сейчас принято говорить, да, модное слово. Но это исключение все-таки из правил, да. А так все-таки, когда мы берем конкретное историческое событие, мы вскрываем его просто вот вот всю подноготную и его внутреннюю структуру. А когда мы говорим о перспективной нумерологии, или перспективной вот оценке, то это вероятностная величина, это не предсказание. Здесь нет никакого, вот обязательно должно произойти какое-то событие. Фатальности в этом нет. Проблема в чем заключается? В том, что, ну вот Творец нас так сделал, таким образом, что у нас основная задача у любого человека, это принимать решения и нести за них ответственность. Какое решение примет человек, на 100% неизвестно никому. Ни здесь, в плотном мире, ни в тонком мире, никому неизвестно. А он должен принимать решения самостоятельно и нести за них ответственность. Но можно просчитать с высокой степенью вероятности, какое решение он примет. Не на 100%, ну скажем там на 80%, даже на 90%, ну допустим, вот просчитать, на 90% это не 100%. Это неизбежное событие. И поэтому, когда мы говорим о перспективном просчете, то мы просчитываем вероятность того или иного события. Но, тем не менее, конечно, можно просчитать, причем даже на банальном, вот, ну, бытовом уровне. Ну, скажем так, если в индивидуальном числовом ряду человека, и это его тайм-код, или вин-код, как угодно можно сказать, если там есть значимые нули, то при просчете перспективного события, вот человек собрался, там, я не знаю, поехать 10-го числа, или там какого-то числа, на юг на своей машине, в отпуск. И вот если посчитать дату выезда, и там тоже будут значимые нули, в этом событии, то тогда лучше, конечно, перенести события. Высока вероятность, каких-то вот неблагоприятных проблем. Почему? Потому что, в зависимости от того, вот психоматрица человека, вот какая она будет, позитивная или негативная, будет негативная, значимые нули в событии примут отрицательное, то есть негативное значение. И будет вот тот самый фатум. То есть, мы не меняем судьбу, это все очень громкие слова. Это просто лучше перестраховаться. И если вероятность каких-то неблагоприятных событий велика, то лучше, если есть возможность, перенести дату этих событий. Ну вот, если, допустим, гидрометцентр говорит, что высока вероятность дождя, мы что делаем? Берем зонтик с собой. Вот то же самое и здесь. Поэтому, ретроспективные и перспективные событийные нумерологии, они, в общем-то, сильно отличаются друг от друга. Но, применять на практике это можно, и, в общем, даже нужно. То есть, получается, что мы все равно живем в мире неких предопределенных таких возможных реальностей. И вот такая технология, она позволяет выбирать оптимальный путь, лавируя между хорошим и плохим. Мне не нравится здесь только слово предопределенных. Потому что, да, действительно, есть какие-то вот, условно говоря, отрезки временные. Но это связано и со временем, и с пространством. Это довольно сложная такая тема, объемная. А, да, вот эти вот отрезки, они, ну, назовем, предопределены. То есть, их сценарий, он как бы прописан. Но, лавирование между отрезками, это принятие нами волевого решения, которое очень часто мы принимаем, не потому, что мы посидели и подумали, там, взяли зеркало, пообщались с умным человеком. Нет. А просто вот по наитию. И получается, что мы идем по лабиринту, вот как, куда кривая выведет, да, то есть, без какого-либо анализа. Но, опять же, невозможно просчитать именно на 100%, вот, а куда человек пойдет. Вот интересно, в истории было немало серьезных предсказателей. Тот же Нострадамус, да, Ванга, например. Но вот интересно, что все короткие предсказания, в общем-то, сбывались достаточно точно, ни одно длинное предсказание не сбылось. Ну, правда, там у Нострадамуса они все, как правило, негативные, хорошо, что не сбылось, но, тем не менее, а почему так происходит? Да, очень просто, потому что, опять же, так как конкретные действия зависят от конкретных людей, которые влияют на ситуацию, как, например, вот Гитлер, да, канцлер Германии, ну, он определял основную политику Германии, чем она будет заниматься, да, будет она нападать на СССР, или не будет. Или Сталин, например, определял политику СССР. То есть, эти люди, они принимали решения, но отвечали не только за себя, но отвечали и за большой социум. и поэтому от того, какое они решение примут, они социум могут увести в ту или иную сторону. А в этой связи давать вот такие длинные предсказания просто невозможно, потому что невозможно просчитать на 100%, вот, как человек, какие будут принимать решения. Я тебе, может, немножко некорректно вопросу дам, но наверняка ты тоже этим вопросом не просто интересовал вас, а пытался это сделать. Пытался рассчитывать геополитическую ситуацию на 18-й год в России и в мире. Так, для себя, может быть, осторожно посмотреть, знаешь, поиграть с цифрами. Ну, во-первых, на канале YouTube есть, как бы, анализ на 18-й год. Я там давал, но я там, да, но я там давал его очень так аккуратно, потому что... Что нас ждет? Да, мы уже вон по полной, к сожалению, прогноз-то он сбывается. Изначально, когда посчитал, выходило, что будем стоять на пороге войны, но мы стоим на пороге войны. Считал, когда Путина, у него новая веха в его, как бы, вот, карьере, но, по сути, новая веха, это, как бы, поворотная веха, то есть, это изменение направления, как бы, движения, но, вроде бы, как, какие-то изменения происходят. Я только, вот, не знаю, насколько эти изменения будут действенны, но, вроде бы, как, вот, политика в какую-то другую, там, поворачивается. Сейчас сложно сказать, мы только по результатам можем сказать, насколько вот этот просчет был верен, но, в любом случае, я об этом всегда говорил, вот, с самого начала, что год-то будет непростой, год будет тяжелый, и, сейчас вот только, ну, полгода прошло, чуть меньше полугода, ну, вот, по сути, так оно и есть. Но, я бы не давал пессимистических, каких-то, вот, прогнозов, хотя, это очень рейтинговые вещи, взять и, там, закошмарить, ай, все будет плохо, тут в конце света, и так далее, и так далее, нет. Тяжелый год, да, тяжелый, сложный, опасный, да, сложный, опасный, но, это только основание для того, чтобы быть более бдительным, да, более внимательным, вот и все. Создавая, вот, такой годичный прогноз, делаешь периодически уточняющий расчет, и есть такое понятие, как уточняющий расчет? Понятие есть, честно скажу, не делаю, потому что, нет, как бы, социального заказа, да, в первую очередь, внутреннего, потому что, конечно, я, как и любой специалист, с одной стороны, рад, что, мой расчет, он, оправдывается, да, то есть, он был сделан достаточно точно, а с другой стороны, просто сам факт расчета, да, ну, вот, стояние на грани войны, как-то это не очень, не очень хорошо, и уточняющие расчеты просто не делаю, по причине того, что для уточняющего расчета, нужны данные от людей, и о людях, которые принимают решения, а начнем с того, что таких людей достаточно много, потому что, опять же, у меня там, вот этом видеоролике, там же расчет дается отдельно по России, отдельно по США, потому что здесь влияют на расчет Путин, а в США Трамп, и плюс еще на вот эти расчеты влияет география, то есть это вот нумерологическое деление земли на отдельные зоны, и мы в одной зоне, а США в другой зоне, и поэтому вот эти вещи, они тоже влияют на расчеты. и у них грани и есть мы, ных вопросов, и у przyперти, и у ней обнаружили и о помощи Cathal Dogs,